Совещание по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за незаконный оборот наркотиков, проходит сегодня во Дворце Независимости. Как отметил глава государства, проект, подготовленный Конституционным судом, акт гуманизма в честь юбилея Великой Победы. В список включили несовершеннолетних распространителей наркотиков, которые находились в организованных группах, а также осужденных за коррупцию. Им предлагается сократить срок отбывания наказания на один год. Что касается коррупционеров, вы будете рассматривать, если мы договоримся, будет принято мною решение в комиссии, соответствующее заявление по так называемым наркоманам. Отдельно по коррупционерам отдельный список и прежде всего как приложение к указу мне на стол. А то мы там повыпускаем сейчас друзей и родственников некоторых чиновников. Ну вы понимаете, о чем идет речь. И я внимательно посмотрю, стоит ли, из-за каких еще преступления они осуждены, стоит ли их вообще сокращать им срок. Не то, что отпускать, а сокращать срок. В этой связи хочу поинтересоваться у собравшихся, будет ли это правильно, такое сокращение, освобождение, помилование и так далее. Не поставим ли мы данным решением под сомнение всю работу, которая проводится судами и иными правоохранительными органами. Сегодня, когда принятые меры в сфере борьбы с наркооборотом, как мне докладывают, позволили переломить ситуацию, мы должны действовать обдуманно. К уголовной ответственности привлечено немало молодежи. Многие из них отбывают наказание впервые. Поэтому я просил отдельно проработать вопрос о возможности помилования таких лиц. Молодежь, впервые отбывающая наказание. Надо признать, что ответственность за такую молодежь, которая покуривала и нюхала наркотики, лежит в том числе и на нас, взрослых. Не смогли уследить за этими подростками ни родители, ни педагоги. Отмечу, в прошлом году Александр Лукашенко также подписывал закон об амнистии. Он был приурочен к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Тогда некоторым осужденным по статье о незаконном обороте наркотиков сократили срок на два года. Около 6 тысяч осужденных освободили от уголовного наказания. Четверть из них вышли из мест лишения свободы.